В городе юности во время пожара в трёхкомнатной квартире серьёзно пострадали два человека. 37-летний комсомольчанин и его 10-летний сын, в отличие от шестерых родственников, не успели выбраться из окутанных дымом комнат. Помощи они ждали на балконе. Но и это от травм не уберегло. Со стороны дороги на балконе находились люди. Мужчина и маленький мальчик. Маленький мальчик был эвакуирован по автолестнице. Мужчина отказался от эвакуации, находился на балконе. Хозяин квартиры дождался, пока спасатели погасят пламя и вышел традиционным путём, через дверь. Мужчина сразу же отправился в больницу. Врачи диагностировали у него отравление продуктами горения. Его сын оказался в стационаре с более серьёзным диагнозом. У школьника помимо токсической травмы зафиксирован ожог верхних дыхательных путей. Сейчас ребёнок находится в реанимации. В густонаселённой квартире жили две семьи. Их главы – братья. У каждой четы по двое детей. В ночь пожара все жильцы крепко спали. Первой очнулась от аков морфея – женщина. Она услышала подозрительный треск, доносящийся из коридора. Двери в жилые комнаты были плотно закрыты, поэтому почувствовать запах гари у членов семьи возможности не было. По словам хозяина, в прихожей замкнул электроприбор. Было загорание холодильника, он пытался сначала тушить своими силами, потом понял, что не может справиться. И уже тогда вызвали пожарную охрану. Если бы своевременно вызвали пожарную охрану, возможно, до такой степени пожар бы не был запущен. Так или иначе, пламенем и жаром повреждены все комнаты. Серьёзной проблемой для брендмейстеров стал газовый баллон, который разгерметизировался от слишком высокой температуры. Возгорание было полностью потушено спустя два часа. С места происшествия Мария Дедова и Евгений Василенко.